Всем привет рейдеры! Добро пожаловать на борт! С вами Кэп и скажу по правде, последнее время очень много сообщений я получал по поводу арены, в частности, как попасть в серебряную лигу 1 на арене. Да, постоянно мониторю комментарии на ютюбе и мне люди писали, что твоя пачка по АКУ развития без доната, стандартная скоростная пачка не работает и я почему-то подумал, что вдруг оно так и есть, вдруг действительно это так и решил это проверить. Несколько дней назад я создал новый аккаунт, начал на нем играть, но, к сожалению, болезнь меня настигла и карает меня по сей час и я забросил эту тему, думал, попозже уже выйду в серебро. Ну вот буквально вчера мне написал один из моих подписчиков, он мне написал, что тоже решил проверить всю эту тему и, собственно, результат налицо. Давайте посмотрим награды за посещение. Сколько у нас тут? Шестой день. И, кстати, миссия была выполнена еще на пятый день, то есть вчера. Я вам так скажу, друзья, мне писали сообщения такие же, что и в мою пользу, что вышли по АКУ развития без доната стандартной скоростной пачкой на третий день в серебряную лигу и я считаю это вполне реально. Итак, давайте проанализируем, что мы имеем на шестой день. Ну, грубо говоря, на пятый день игры. Хозяйка душ имеет скорость плюс 63 и у меня вот многие спрашивают, как одевать на хозяйку душ в начале. Ребят, прежде всего вы должны понимать, что хозяйка душ должна ходить после заливщика и давать вам баф атаки. Этот герой должен быть прежде всего скоростной. В дальнейшем, если вы ее будете использовать, то обязательно делайте ей не только скорость, но еще и здоровье и защиту, чтобы она была живучей. Дальше. Наша стартовая мини Лиссандра Дьяволица. Вот, да, имеет, скажем так, смешную скорость 189. Здесь, по-хорошему, Дьяволице надо делать еще и меткость, потому что ее основной скилл идет не только на заполнение шкалы хода, но еще и на сокращение шкалы хода противников. Это, знаете, такой 30% залив, можно сказать, если меткости добавить, с базовой скоростью 105. Это очень сильно и поэтому Дьяволица доступный стартовый заливщик. Используйте ее, зайти ее в начале. Очень даже поможет. Герой, который отличается своей не только красотой, но и своими скиллами. Действительно, эта рарка уже заслужила свое почетное место на пьедестале рарок. Это воительница. Герой имеет 100% шанс штрафа защиты, когда мы ее прапаем книгами, либо точно такими же воительницами. Ну и, соответственно, она падает в компании. Ну и плюс поначалу, конечно же, мы можем даже втыкать ее на кланбоса, когда у нас такая команда яды и штраф защиты повысит урон от того же самого вармастера, который уже есть у Каэля. Да. И самое главное, мы должны понимать, что воительница должна ходить у нас перед Каэлем, иметь больше скорость, чем у него. И, соответственно, иметь хорошую меткость. Если вы сделали еще и крит-шанс, атаки чуть добавили, то это очень даже хорошо. Пока у вас нет возможности поставить знамя, друзья, на меткость, ставьте броню на меткость. Это касается не только воительницы, это касается, в принципе, всех героев, которые у нас накладывают дебафы. Ну и наш стартовый Каэль. Вот он с купленными талантами. Вот такие таланты решил взять человек. Он все-таки зубки взял. Я бы, наверное, центр внимания все-таки взял. Дурной глаз, конечно, бы здесь взял. Вот о талантах здесь можно поспорить. Но самое главное, они уже есть. Есть военный делмастер. Да, и это наш Каэль, который уже 60-й, заточен на 16-й и имеет вполне стандартный обвес. Ботинки на скорость, броня на атаку, перчатки на крит-шанс. Допами мы, соответственно, добирали как можно больше атаки, крит-урона, скорость. Естественно, нам нужна очень даже хорошая 4-х звездочная вещь. Ну и, собственно, наш Каэль получился вот такой вот по параметрам. 93 кэша. С массухи не забываем, что у него есть плюс 15% кэша. Соответственно, здесь Каэлю можно сделать 85% крит-шанса. Это будет вполне достаточно. Наш Каэль будет всегда критовать со своей массухи. Самое главное, что нам нужно, чтобы он критовал. Коэффициент урона на его массухе достаточно мощный. И по штрафу защиты под бафом атаки он должен пробивать противников. Ну что ж, погнали на арену. Посмотрим, как работает эта пачка. Давайте обновим противников. Возможно, в вашем случае противники уже будут не такие. Да, здесь прослеживается некая прямая пропорциональность по силе аккаунта. Но факт остается фактом. Давайте посмотрим, как работает. Первое. Смотрите, в чем самый косяк Дьяволицы. Конкретно в защите. На авто она юзает скилл, то есть свою массуху и дает нам бонус скорости. Это неприятно, потому что нам очень важно, чтобы она ходила именно с третьего скилла. Поэтому Дьяволицей, конечно же, ходите вручную. После того, как вы походили Дьяволицей вручную, вот дальше уже можете включать на авто. Здесь у нас все будет работать. Вот так вот это делается. В принципе, вот смотрите, команда с Николасом, с легендами тоже должна, в принципе, упасть. Поэтому вот еще раз, друзья, Дьяволицы юзаем вот так. Вот смотрите, нам даже меткости хватило. Тут, естественно, о никаком сопротивлении у противников речи быть не может. Ну и, соответственно, вот так вот мы пробиваем всю команду. Да, вот одна осталась у нас в живых Лурия и то из-за сета, который был на ней. Поэтому, в принципе, вот здесь мы противников здесь спокойно всех практически убиваем. Потому что здесь, как видите, у противников тоже одна шестерочка, максимум две шестерочки. Из-за того, что мы здесь первые ходим, вот знаю, что венциносную надо. Вот, допустим, вот эту команду я бы не нападал. А, в принципе, на все остальные мы можем напасть. Вообще, как бы, не вопрос. Посмотрите, кидают противников нам как раз-таки именно под стать. То есть, нашего уровня. Давайте вот еще раз обновим, посмотрим. Да, вы видите, сороковые, сорок четвертые, тридцать пятые, сорок шестые уровни. На самом деле, арена в этой игре, знаете, такая уже заезженная тема. Пиндосы жалуются на заливку на платине. Раньше, кто играл, вот тот помнит, тот точно помнит. Вот до появления так называемых ботов, которые это были не нарисованные игроки. Это были точно такие же игроки с новых сегментов, добавленных плариумами. Вот до появления ботов, кстати, напишите об этом в комментариях, кто играл. Вот тогда была очень-очень жесткая и суровая арена. Вот, но сейчас же идет, знаете, некий баланс. Вам кидают противников примерно такого же этапа развития, примерно такого же уровня аккаунта, такой же силы аккаунта. И конкретно у вас, друзья, в вашем случае, если вы там играете два месяца, если вы запустили миссии, то в вашем случае противники будут сильнее. И все же, конечно же, можно их убивать. Но самое главное, что я теперь уже могу спокойно дышать, это, знаете, такой камень с плеч. Акк развития без доната по-прежнему актуален. И на самом деле, вот эта миссия арены, если мы в самом начале грамотно стартуем, она проходится очень легко и просто. Ну, а те люди, которые уже упустили момент, играют больше месяца, больше двух месяцев и застряли на этой миссии. Друзья, я уже вижу конкретно вашу проблему. Да, недавно я делал обзор одному из подписчиков, он столкнулся с этой же проблемой, играет долго, там противники у него весьма сложные, не такие, как здесь, на начальном этапе игры. Проблема в том, что вам конкретно не хватает дамага, вам не хватает дамажных параметров вашего героя. И вы все вроде делаете правильно, побеждаете по скорости, но не добиваете, друзья. Потому что уже ваш герой атаки на этом этапе игры в перчатках на крит шанс он тащить не будет. Поэтому учитесь правильно, как одевать героя атаки уже более, знаете, в мид-гейме через перчаточки на крит урон. Ссылочка сейчас вылетит. Посмотрите обязательно, переоденьте вашего дамагера на перчатки крит урон. К тому времени, возможно, у вас уже есть парочка вкачанных ядовиков и, допустим, ваш КЛ, стартовый герой, уже на кланбоссе будет не нужен. Переучите его через крушитель шлемов, это очень важно. На условной десятой паучихе, которую вы уже фармите, выбейте здесь на крит урон, выбейте здесь на атаку амулет на крит урон, знамя на атаку и колечко на атаку. Забейте нахрен на меткость КЛ. Вытащите из него максимум дамага. Обязательно проверьте, как одет ваш заливщик. После каждого похода на дракона, после появления новых шмоток, вы должны модернизировать, улучшать постоянно вашего заливщика. К тому времени у вас уже будет гарантирована Хатун, поэтому, конечно же, ставьте ее, так как она еще имеет лидерку на скорость. Друзья, в следующем видео я хочу найти, знаете, такой запущенный-запущенный аккаунт, который просто от безнадеги уже стоит на месте. Очень много времени на этой миссии. И обязательно зайти, сделать там модернизацию и показать, что все это, конечно же, возможно выйти в серебро, в частности, на вашем аккаунте. Друзья, обращайтесь к нам в группу, ссылочки в описании. Делайте скорины героев, помогаем всем абсолютно бесплатно голосом. Также за донат у нас работает целая команда. Зайдем на аккаунт, переоденем, настроим любой сложности. Так что пишите, будем рады вам помочь. Ставьте лайки, друзья, подписывайтесь. С вами был Кэп, всем удачи, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok